Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На курорте состоялся православный автопробег против оборудов. Городские подробности. На аппаратном совещании глава Анапы поднял тему строительства нового здания детского сада «Орленок» на месте аварийного на улице Крымской. Управление здравоохранения ссылается на Краевую комиссию, только в ее полномочиях принять решение о сносе. Сергей Сергеев требует не искать причины, а проявлять настойчивость в важных для города вопросах и вносить предложения. Мэру нужен результат. Анапе – новый современный детский сад. Второй детский сад. Здание признано аварийным, но до сих пор не снесено. Управление образования и капитального строительства ссылаются на Краевую комиссию. Решение о сносе проходит ряд согласований. Процедура небыстрая. Но мэра города не устраивает этот режим ожидания, в котором живут подчиненные. Я об этом слышу полгода уже. И за полгода мы с местом двигаемся. А, Наталья Алексеевна? Мы разрешение на слово получили. Когда каждый детсадовский квадратный метр на вес золота, позицию администрации построить в центре города современный детский сад, надо продвигать на всех уровнях. И думать на перспективу. Освобождающийся с 1 декабря смежный участок не должен уйти коммерсантам. Пока мы не имеем окончательно проектно-светной документации, мы ее не имеем, так? Она будет через два месяца. Через два месяца. Военный комиссариат, землю комиссариата сегодня начать работу, присоединить к этому детскому саду, чтобы ее никто не украл никогда. И земля пусть уходит в детский сад. И там можно будет на этой земле достраивать что-то под этот детский сад. Пока она будет проволочной зоной, так? А потом еще один корпус поставим, и будет прекрасный детский сад в центре города-курорта. Никакого роста тут 20-этажного не будет и всего остального. О преображении центра-курорта доложила первый вице-мэр Анапы. Анжелика Бузунова прошлась по списку поручений главы. Римстрой завершил реконструкцию четной стороны улицы Краснодарской на участке от Крымской до Новороссийской. Под ногами прохожих новая плитка. На газоны завезен грунт. До 25 апреля 2017 года будет смонтирована автоматическая система полива. Сейчас Римстрой работает на нечетной стороне улицы. Для завершения реконструкции памятника трех свечей осталось дождаться заказанного мраморного покрытия. Сами свечи готовы. Мы в конце реставрировали все это, электричество ремонтировали, все подвели. Но вот, возможно, до 5 декабря. У нас 11 декабря там была травмная дата, в 5-м все было. Обновлены также улицы Кирова, Тургенева от Таманской до набережной. На улице Парковой по поручению главы обустроена тротуарная дорожка. Завезен грунт. Зеленстрой высадил деревья и кустарники. Спасти собственной кровью. Около 20 сотрудников МЧС Анапы пришли сегодня в медицинские учреждения города и станицы Гостогаевского, чтобы сдать кровь. Спасатели считают это своим долгом. Среди них много доноров со стажем. В свою очередь медики говорят, что необходимый запас препаратов крови у них есть. Но пополнять резерв нужно всегда. Особенно редкие группы. Сотрудники МЧС заполняют стандартные анкеты. Как самочувствие, чем болели, принимали ли определенные лекарства. Затем предварительный анализ на уровень гемоглобина и группу. Светлана признается, что уже сбилась со счеток. Сколько раз приходилось сдавать кровь. Она из тех, кого медики называют кадровым донором. Рассказывает, что последовало примеру свекрови. А работа в диспетчерской – дополнительный стимул. Не только потому, что надо, а потому что по зову сердца. Хочу помочь людям, поэтому сдаю кровь. И на работе вижу, и требуется. И агитирую ребят на работе тоже. Сотрудники МЧС говорят, что регулярно принимают участие в различных акциях. За сдачу крови положена выплата – около 1 тысячи рублей. Пожарные спасатели традиционно направляют деньги на помощь нуждающимся детям. Каждый сдает примерно десятую часть крови, что никак не вредит организму. Ее тщательно проверяют. Плазма должна пролежать в замороженном виде не менее полугода. Это называется карантин. По словам заведующей отделения, в городе есть необходимый запас препаратов крови, однако пополнять его необходимо регулярно. Капля крови – это спасенная жизнь. Как бы банально это не звучало. Действительно так. Это может только человек дать. Еще не придумали такой препарат, такое лекарство, которое может заменить клетки донора. То есть человеческие клетки. Да, есть разработки, есть искусственная кровь, но она клетки не заменит никогда. Тех, у кого редкие группы крови, часто обзванивают. Николай Смирнов – военнослужащий. У него четвертая положительная. Я сам приезжаю. Два месяца прошло, я приезжаю, сдаю. Два месяца прошло, я приезжаю, сдаю. Я не дожидаюсь, когда меня вызывают, что-то, как-то. Всего в муниципалитете около 700 активных доноров. Медики не скрывают, что мотивации у всех разные. Есть, например, те, кому нужен отгул, который положен после сдачи крови. Однако все больше тех, кто помогает по зову сердца, считая это важным. В Краснодарском крае продолжается прием заявок на предоставление субсидий ремесленникам. С инициативой господдержки мастеров выступал глава региона Вениамин Кондратьев. По его мнению, народные умельцы должны иметь возможность развивать творческий потенциал, собственное дело и реализовать продукцию на внутреннем рынке. Теперь жители края, ведущие свою деятельность в области народных художественных промыслов, могут воспользоваться господдержкой для покрытия затрат на приобретение основных материалов и сырья. Объем субсидий не может превышать 500 тысяч рублей на одного получателя. Общий фонд субсидий предпринимателям, занимающимся народными художественными промыслами, в регионе составил 4 миллиона рублей. Подать документы можно до 2 декабря по адресу Краснодар, улица Красная, 57, кабинет 23. Подробную информацию уточняйте по телефону в Краснодаре 251-76-00. На минувших выходных по всей стране писали второй всероссийский географический диктант. В Анапе местом его проведения стал Федеральный детский центр смена. Всего в Краснодарском крае масштабная проверка знаний по географии была организована на 11 региональных площадках. В Анапе свои знания проверяли учащиеся школы и учреждения среднего профессионального образования. Также для ребят были организованы кинопросмотр, географическая выставка и встреча с интересными людьми. Подробности в сюжете. Цель диктанта – оценить уровень географической грамотности населения. Главная особенность – это анонимность. В анкетах юноши и девушки заполняют только возраст, род занятий, отношения к географии и другие сведения. Всего для участия в географическом диктанте зарегистрировалось 375 человек. Участие приняли заслуженный путешественник России Анатолий Цепкало и первый в России парадайвер Никита Ванков. Вопросы разделены на три блока. Первый блок – на знания географических терминов. Второй предлагает вопросы о расположении объектов на карте. Третий – сложный, но интересный. В этом блоке участники должны узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений. Это общее развитие, это всегда полезно, поскольку заняла подготовка на диктант. То есть очень много всего пришлось повторить и узнать, поэтому очень было интересно здесь поучаствовать. Вопросы интересные, на некоторые ответы мы даже не знали, но пришлось думать. Результаты всероссийского географического диктанта вместе с правильными ответами и разбором типичных ошибок будут опубликованы на сайте Русского географического общества до 25 декабря. За участие в диктанте юноши и девушки получили сертификаты. В течение дня Русского географического общества в смене участники диктанта могли посмотреть фото-выставку «Самая красивая Россия». В библиосмене прошла выставка книг «Великие русские путешественники». После географического диктанта программа не заканчивается. Участники встретились с первым парадайвером в России Никитой Ванковым. Смена меня покорила с первого нашего знакомства. Каждый раз, когда тебя встречают с таким удовольствием, с такой энергией, с такой радостью, когда ты можешь поделиться со сменой, когда сам что-то интересное узнать даже на сегодняшнем диктанте. Спасибо большое руководству смену, что меня приглашают. Он прошел 22 тысячи километров пешком, совершил 33 экспедиции. Заслуженный путешественник России Анатолий Цапкало встретился с участниками географического диктанта. Самое главное – это надо изучать территорию нашей великой страны. Все надо изучать, все надо знать. Страна великая, огромная. Для молодежи нашей сегодня, которая вступает в современную, во взрослую жизнь, конечно, надо начинать с АЗОВ, начинать изучать нашу родину. Я бы так сказал, что в каждой квартире, в каждом доме, в каждой хате казачьей нашей должны висеть три карты – географическая, политическая и карта Краснодарского края. По результатам географических диктантов будут разрабатываться новые концепции развития географического образования, вноситься важные предложения, которые должны вывести обучение географии на качестве, на новый уровень. С 18 по 23 ноября в России проходит акция «Неделя за жизнь. Михайловские дни». Ее участники призывают к полному запрету абортов на территории нашей страны. В рамках мероприятия в Анапе состоялся автопробег и митинг к защиту жизни нерожденных детей. Автопробег, посвященный акции, был организован прихожанами храма преподобного Серафима Саровского, Центром патриотического воспитания «Ратмир», объединением православной молодежи «Круг» и жителями города. Отправной точкой автопробега стал Анапский роддом. Здесь протеерия отец Александр вручил сотрудникам роддома стенд с наглядной агитацией, призывающий к отмене абортов. Те женщины, которые призваны стать матерью, в последний раз, пребывая в гинекологии, подумали, прочитали раздаточный материал, подумали о том, что жизнь своих детей нельзя убивать, а детей нужно рожать и воспитывать. Господь им подает это великое благо. Организованная группа автомобилей в сопровождении спецтехники проехала по центральному лицу Анапы. Останавливаясь на светофорах, участники акции рассказывали о целях мероприятия, призывая жителей города обратить внимание на проблему и бороться за жизнь каждого нерожденного ребенка. Конечной точкой автопробега стала площадь у стелы воинской славы. Здесь прошел митинг. Перед участниками акции выступили представители казачества, молодежного совета и православные священнослужители. Вот уже несколько лет подряд в Анапе работает центр материнства, который оказывает поддержку настоящим и будущим мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Анапе есть этот центр поддержки материнства, где оказывается всемирная помощь проблемным, кризисным, беременным, будущим и настоящим матерям в любой кризисной жизненной ситуации. Предоставляется жилье, оказывается медицинское, юридическое, любая другая помощь, которая необходима в текущей ситуации. Акция «Неделя за жизнь. Михайловские дни» – это международный проект. Он проходит в России, Белоруссии, Украине и Сербии. Более трех миллионов добровольцев делают все возможное, чтобы абортов стало меньше. В настоящее время проводится сбор подписей. До 1 апреля 2017 года их нужно собрать один миллион. Тогда в Государственной Думе примут на рассмотрение закон о полном запрете абортов на территории Российской Федерации. По сообщению Кубаниэнерго, юго-западные электрические сети в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение. 23 ноября с 13 до 15 часов в Суко и Пионерном и с 14 до 16 часов в Субсехе, Бужуоре и Гайкадзоре. Также 24 ноября электричества не будет с 13 до 15 часов в Суко, Пионерном, Большом Утрише, Киблерово и Варваровке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера анапских районных электросетей или горячей линии, указанным на экране. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...